Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Для нашего Отечества такой датой является 9 мая 1945 года, день Великой Победы Советского Народа над фашистской Германией 1418 дней и ночей предыдувалось небывалое в истории по своим масштабам и остаточению перед два немецко-фашистских захватчиков и их союзников. Наш великий народ, преодолевая все трудности военного времени, проявляя стойкость, мужество, невиданную в истории мазок и разницы, все выдержал, выстоял и победил. Войны Дальнего Востока, моряки и Витальянского фокода, жители Приморского края внесли достойный план в летопись героической истории Великой Отечественной войны. Находясь в стратегическом резерве, наш флот оказывал существенную помощь воюющих на фронтамы с кемидезерствами и боевым измертниками. Более 140 тысячи моряков-тихокеанцев были направлены на Лидоговую. Они защищали Москву и Ленинград, били с университетами Ленинграда, в кукуманских сетях и территориях Кавказа, стояли на замерзных на Курске и Ленинграде и на Поляне, жили в атаку на Ленинграду Гебра и Ленинград. Они освобождали Украину и Белоруссию, сбаяли право и подавших, кемидезер и ветер, поляне сражений, подавших, 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 подавших. 191-тихокеанец, за героизм и мужество, проявленный в боях на Родину, был достойный высокого звания Героя Советского Союза, а тысячи были на повреждениях ординальных и неведомых. Он государственный флаг Российской Федерации! Снайд о победе! Смирно! Я срежусь слева! Накро! У! Срежусь! Субтитры делал DimaTorzok На центральной улице города Государственный флаг Российской Федерации и Знание Победы Государственный флаг Российской Федерации представляет собой премовольное полоннище из трех равновеликих горизонтальных полос Верхний белого, средний синего и нижний красного света Трехвестный флаг был уведен Россией Петру Первым Он родился вместе с первыми российскими военными кораблями И до 19-го века оставался как надежностью главным образом молодской культуры В 1993 году он стал государственным флагом России С 1917 до 1993 года государственным флагом Союза Советских Социалистических Республик был неразный стяг с сермом и молотом В 1993 году указом дезинмента России Трехвестный флаг был объявлен государственным флагом Что в 2000 году было подтверждено федеральным институционным законам о государственном флаге на Российской Федерации Знамя победы является государственной религией России Официальный символом победы советского народа и его вооруженных сил На нацистке Германии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Оно представляет собой, что новой флаг 150-й Ордена Кузова 2-го степени Интерской стрелковой дивизии Подруженный 1 мая 1945 года На нацистке Германии в городе Берлине с советскими воинами Сержантом Михаилом Егоровым и младшим сержантом Мелитоном Кантари 9 мая 1945 года Знамя победы было снято в Великой Отечественной войне И 20 июня на самолете было отправлено в Москву Его место на Великой Отечественной войне занял другой алый стяг Разборяжением главного политического управления Советской Армии От 10 июля 1945 года Знамя победы было отправлено в Центральной Уферии Вооруженных Сил На вечное хранение Первые 20 лет оно было только экспонатом для всеобщего обозрения Никто и никогда из усерия его не выносил Впервые оно было проситено на Красной площади 9 мая 1965 года На военном параде вознаменований 20-летия победы 12 апреля 1996 года Президентом России был подписан указ о знамени победы В соответствии с которым знамя победы должно использоваться на рюкско-государственным благом России Согласно указу, знамя победы вооруженных над Рейхстагом в мае 1945 года Выносится только 9 мая в день победы Советского народа в Великой Отечественной войне И в 23 февраля в день защитника Отечества Вегерандер законом от 7 мая 2007 года За знамением победы был закреплен статус государственной Великой России Официально возникло победы Советского народа над фашистской Германией В Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Приморская страна отвечает великий праздник Победы. Приморский край принес огромный вклад в припрыжение этого дня. Здесь, в Тулу, тоже проходила линия фронта. Через Пиццарайзавод, горные поля, через госпитали и шашалот. Более 200 тысяч наших земляков отправились на фронт. Они отстаивали москву или герорад, сражались под целью герорадов, фортировали Днепр и Бельслов, штурмовали Берлин и Брагу. Боритики и Кианск, обвывождали Соколин и Мурил, Корею и Нематюр. Десятки тысяч приморцев за мужество и героизм были представлены как государственные награды. Слово нет, куда стоит звание Героя Советского Союза. Среди знаменитых снайпер Василий Зайцев, а именами я ковыляю. Михаил Рыбин, Илья Коплова, Мария Суханова назвали в улице наших городов и поселков. Тихо-Пельянский флот писал яркую страницу в боевую велеписи Великой Отечественной войны. А сегодня в парадных ширинах флота среди нас находится современная герой, участники специальной военной операции. Среди войсков Тихьянского флота был достойный сбывай герой России командир шурупового батальона легендарной 165-й недельной гвардейской бригады морской прихоты Сергей Гузьмичев. Он в оттуда форсировал водную преграду, захватил важную рубеж в течение трех суток, так удерживал его оттавая, и переправится к другим подразделениям. А когда командир танковой роты узнал «Аху-рубан», за четыре дня боев уничтожил более третий единиц техники препаративных. Вот она, сверясь по поколению. И таки сегодня, как и в мае 45-го, приморцы ждут своих героев. Мы верим в бойцов Тихьянского флота, воинов 5-й общевойсковой армии, десантников 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, летчиков 11-й воздушной армии, бойцов Росгвардии и добровольцев батальона «Тигр». И знаем, как и тогда враг будет разбитый, победа будет за нами. С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы! Ура! 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 Победы! Сверху! Я здесь, сверху! Сверху! У! Кровь выход! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищи дефицитеры! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляю вас с 78-й годовщиной в этой Великой Отечественной войне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищи панопотники! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляю вас с 78-й годовщиной в этой Великой Отечественной войне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищи народники! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляю вас с 78-й годовщиной в победе в Великой Отечественной войне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищи летчики! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляю вас с 78-й годовщиной в победе в Великой Отечественной войне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищи сотрудники! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляю вас с 78-й годовщиной в победе в Великой Отечественной войне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравия желаю, товарищи, поддравлю вас с 78-й годовщины, победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Здравствуйте, товарищи Кузанды. Здравия желаю, товарищи, поддравлю вас с 78-й годовщины, победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Здравствуйте, товарищи Кузанды. Здравия желаю, товарищи Кузанды. Здравия желаю, товарищи, поддравлю вас с 78-й годовщины, победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Здравствуйте, товарищи, юные армейцы. Здравия желаю, товарищи Кузанды. Поздравляю вас с 78-й годовщины, победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Здравствуйте, товарищи Кузанды. Здравия желаю, товарищи Кузанды. Поздравляю вас с 78-й годовщины, победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Здравствуйте, товарищи, юные армейцы. Здравия желаю, товарищи Кузанды. Поздравляю вас с 78-й годовщины, победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Здравствуйте, товарищи, юные армейцы. Здравия желаю, товарищи Кузанды. Поздравляю вас с 78-й годовщины, победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Здравствуйте, товарищи, юные армейцы. Здравия желаю, товарищи Кузанды. Поздравляю вас с 78-й годовщины, победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Здравствуйте, товарищи, юные армейцы. Здравия желаю, товарищ Кузанды. Поздравляю вас с 78-й годовщины, победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 В нем сила и достоинство России Мы поблагодарим наших ветеранов Мы гордимся с вами Слава народу победителя С праздником вас С Днем Великой Победы Ура! Ура! Россия, священная наша держава Россия, любимая наша страна Покучая воля, великая слава Поет о стоянии на все времена Славься Отечество Наш безвободное С праздником вас Союзниковой Это не данная Покучая воля, великая слава Славься страна Мы гордимся с тобой Что ж ты там орешь-то так Старается славиться Пок çıkаться Моран Сибирно Ножественному маршу По батальонам! Номерная группа прямо! Остальные направо! Вон! На плене! Черт! Поменение направо! Шагом! Ваш! Военный парад, посвященный 7-7-8-й подошвинетой победы Советного народа в Великой Отечественной войне, открывает рота барабанщиков Владивостокского милиала Натхимовского военно-воскутного учительства. Под командованием капитана второго ранга Дмитрия Хиреева. Натхимовцы задают цену и рифм парадных расчетов. На центральной площади государственный флаг Российской Федерации «Славя Победы». Командир знаменитой группы капитан второго ранга Натхимовецкий. В честь протоса знамен доверена офицеров Тихо-Азианского высшего военно-форского училища имени Макарома, капитаном Великой Отечественной войне в мире и футболе Тихо-Азианскому. Знаменитой сопровождает урода почетного груза береговой военной бригады Тихо-Азианского плота. Командир старший лейтенант Натхимовецкий. В парадном строю офицеры Тихо-Азианского плота. В сходную роту офицеров возглавляет начальник управления поисковки аварийно-спасательных работ плота капитан первого ранга Андрей Худеницов. Торжественным маршем проходят моряки бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Тихо-Азианского плота. Командует парадным расчетом заместитель командира бригады капитан первого ранга Александр Котков. В этом году соединение отметит свое шестидесятилетие. В парадном строю моряки Приморской флотилии разнородных сил Тихо-Азианского плота. Командир сходного батальона капитан третьего ранга Алексей Сарычев. Приморская флотилии разнородных сил Тихо-Азианского плота. Приморская флотилии разнородных сил Тихо-Азианского плота. Надежно охраняем наше государство и непопойник его граждан. Перед трибунами проходит сводный батальон морской авиации Тихо-Азианского плота. Командует парадным расчетом начальник морской авиации Тихо-Азианского плота волковник Олег Маненко. За годы Великой Отечественной войны более 240 летчиков морской авиации получили звание Героя Советского Союза. 99 из них были выходцы Тихо-Азианского плота. С нами несет старший лейтенант Мария Шинко. У центральной ремонтной курсанты из Ужилия Ростовского флотилиала Невосточного юридического аппетита МВД России. Возглавляем парадный расчет начальник флотилии полковник полиции Дмитрий Ильичанов. Знаменосец лейтенаном полиции Евгений Зверев. Перед ремонтами на проходе личный состав главного управления федеральной службы исполнения награждений по Приморскому краю. Командует парадным расчетом полковник внутренней службы Валерий Шушбанов. С нами главного управления в достойности старший лейтенант внутренней службы Андрей Карионов. В парадном строю курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России. Возглавляет парадный расчет начальник академии полковник внутренней службы Алексей Анькеев. Знамя академии доверен пронести курсанту Алексею Сиротенко. Сегодня танец принимает участие на параде Приморской Федерации и на главном параде нашей страны в Москве. Командует парадный расчет всероссийского военно-патриотического общественного движения Юнармия. Стройным армейцем возглавляет часть регионов вашей армии Командует парадного мушества Молковский Санбаза Михаил Людмецкий. Перед трибунами сводный парадный расчет курсант центра морепотки Морского институтного колледжа Морского государственного университета имени адмирала Левского. Командир парадного расчета Сергей Костин. Знамя несет курсант Морского инженерного колледжа Ротбей Голя. В параде Победы принимают участие юнги морского военно-патриотического клуба Платилии Боряк. Командир парадного расчета руководитель клуба капитан-директор Василий Самочков. Знаменосец юнга первой статьи Михаил Шахпельян. Командир парадного расчета руководитель флотилии капитан-лейтенант запаса Максим Хлянченко. Знаменосец юнга Лев Васильев. Завершает прохождение бежевых колонн праздничного парада курсанты Тихотианского высшего военно-морского училища имени адмирала Матарова. Парадный расчет возглавляет капитан первого ранга Андрей Шматов. Боевое знамя училища идет капитан Артем Павель. Училище является единственным на Дальнем Востоке высшим военно-морским училищическим заведением, которое на протяжении 85 лет готовит офицерские карты для военно-морского флота. За время своего существования училища готовила более 20 тысяч офицеров. Среди выпускников училища 18 героев Советского Союза, Российской Федерации и социалистического труда. 275 выпускников стали адмиралами и генералами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok